На часах 13.05, это значит, что пришло время универсального формата. Вас приветствует Юлия Северна и, собственно говоря, вся бригада нашего выпуска. 202 на 11.22, телефон ждет ваших звонков, задавайте, спрашивайте интересующие вас вопросы, ну и, конечно же, ожидайте розыгрыш призов, которые совсем скоро мы для вас подготовим. Что ж, сегодня говорим о красоте, о моде, о стиле. Заканчивается лето, но все-таки последний летний месяц хочется провести в ярком образе, в яркой одежде. И вот как раз сегодня о одежде для красоток поговорим. Я рада вам представить девушек, которые, собственно говоря, снабдили и меня шикарным платьем. Весь телеканал был в восторге, когда я проходила до студии, уже спрашивала, задала вопрос, откуда такая красота. Вот, пожалуйста, две девушки-красавицы, Софья Григорьева, здравствуйте, Софья. И Виктория Черникова, люди, которые решили открыть свой магазин одежды, которые решили делать наших самарских девушек, которые и так славятся своей красотой, еще более красивыми. Здравствуйте. Что ж, я так понимаю, ну, собственно говоря, название магазина мы видим здесь, у нас прямо на столе. Да, мы подготовились. Можно все-таки первый вопрос именно о истории, как давно уже существует магазин и как давно пришла идея. Очень много, да, сейчас именно леди, которые хотят открыть свой бизнес, которые хотят сделать что-то интересное, новое. Вот, но все-таки магазин, наверное, не каждый решается открыть. Тяжелый момент. Тяжелый момент. Наш первый магазин открылся два года назад. Выбор пал на торговый центр. Открывались мы в империи. Это был разгар весны, апрель. Виктория, то есть вы начали это дело? Ну, изначально вообще как бы интернет-магазин, да, возник у меня. Да, вот, открылись мы в апреле. Как раз девушки все снимали зимние свои наряды. Мы их переодели во что-то прекрасное, легкое, свежее. Это были юбочки, платьицы. Ну, думаю, были все довольны. То есть, в принципе, год назад, скажем так, примерно. Да. Примерно год назад. А сейчас, я так понимаю, открылся и второй филиал. Мы сейчас находимся по одному основному адресу. Это адрес Гагарина, 60, магазин Мисс Пафос. Приходите. Приходите. Давайте с вами посмотрим как раз первого магазина. Я так понимаю, что у нас есть фотографии именно первого, да, магазина, как он выглядел. Ну, не только красивыми вещами стараетесь поразить своих клиенток, но и каким-то интерьером, так? Ну, мы готовимся, конечно, и интерьером, мы же всю душу вкладываем в наши магазины. В любом случае, мы хотим сделать, чтобы девушки приходили в наши магазины и радовались глазу. У нас всегда есть бабочки, цветочки, все очень кукольно, все очень по-принцессовски, так скажем. Хочется, чтобы они возвращались, чтобы дышалось, как сказать, ну, хорошо, свежо, им было уютно. И всегда у нас, ну, в большинстве случаев, как и во втором магазине, все светло. Это белый, пастельные тона и какой-то есть основной. Допустим, в первом магазине у нас основной цвет был розовый, да, у нас все было в розовом. В втором магазине уже фиолетовый. Немножко сменилось у нас название, мы решили, во втором магазине были вот Puffs Light, во втором магазине мы Miss Puffs, решили, ну, как бы с глотком нового дуновения, вот мы тут, да, веселимся, мы очень веселые люди на самом деле. За это нас, наверное, любят, за открытость, за то, что мы говорим всегда, ну, вправду. Нет смысла лгать своим клиентам, потому что каждый клиент, мы хотим, чтобы осталось для нас подругами. Мы хотим стать друзьями, подругами. У нас была такая вот история, Виктория даже ходила на свадьбу к своей клиентке. Ну, ладно. На такое, да. Да, буквально. Скажите, Виктория. Ну, стала хорошей подругой уже за время нашего плотного сотрудничества, скажем так. И, как бы, она и забыла давным-давно, где она покупала одежду, и очень хорошие, теплые отношения. Пригласила на свадьбу, с удовольствием посетили. Это как раз, если к тому вопросу переходить, что многие девушки, приходя в магазин, да, испытывают дискомфорт, когда продается консультант, как-то к ним обращаются, хотят они отойти от них. Вот. Это надо уметь общаться с людьми. Как вы все-таки, у вас обстоят дела? А, бывает такое, что есть в семье, безусловно, какие-то проблемы. И, допустим, мы приходим на работу. Но у нас не бывает такого в плане, потому что наша работа, наша семья, может быть, к счастью, может быть, наоборот. Ну, это, мы не разделяем ее. У нас все одно. Что есть работа, что есть семья. А мы дружим, как бы, с Викторией очень, очень сильно, очень серьезно, очень полюбованно. Вот, поэтому у нас, когда у нас какие-то, ну, бывают тягости, ну, плохое настроение, все равно приходит клиент. А когда клиенту подходят красивые наряды, все, настроение все плохое улетучивается. Девушка красивая, вот как вы сегодня в желтом платье, уже хочется улыбаться. А если вы пройдете сегодня по улице в таком платье, я думаю, вы не останетесь незамеченным. И хочется уже дарить всем улыбку, добро, свет. Добро, свет. А, Виктория, правду говорит коллега? Ой, коллега говорит исключительную правду. Очень приятно одевать наших девочек, когда они уходят довольны, и ты сама радуешься. И хочется их нести, их потом, когда они присылают тебе фотографии, радуешься вместе с ними, каждому их событию, каждой их улыбке. Слушайте, ну, мне кажется, у каждой девушки есть тот человек, на которого смотришь и понимаешь, что вот мне нравится, как она одевается. Да, мне нравится ее стиль, ее образ. Вот есть ли у вас кто-то, может быть, это звезды, может, это давно у минувших лет Мэрлин Монро, в конце концов? Ну, Мэрлин Монро, конечно, очень... Символ. Символ, да. Да. Мы, конечно, уже давно работаем, уже, получается, больше трех лет сначала интернет-магазина. И стиль, да, он, знаете, как бы и под себя не сильно подходит, но ты уже знаешь, что хотят твои клиенты. То есть улавливаете. Да, конечно. Нам нравится, когда они выглядят хорошо, и нам нет смысла им навязывать то, что нам нравится. Хочется, чтобы человек выглядел хорошо, всегда к нам приходил с улыбкой, и мы всегда ему поможем, подскажем модным приговором. Ну, давайте о том, какие вещи, какого стиля в вашем магазине поговорим немножечко попозже. А для начала я предлагаю посмотреть опрос, кто же является иконой стиля. Такой вопрос мы задали жителям нашего города. Что же ответили? Сейчас узнаем. Иконой стиля, наверное, Мэрлин Монро. Она была очень романтичная, очень женственная, и для меня она и Юлия эти иконы стиля. Елена Малышева. Почему? Умная, тонкая, красивая женщина. Очень много знает профессор. Мадонна. А почему? Ну, в силу своего характера, наверное, очень по темпераменту схожа. Но если есть женщина, то мне нравится Кристина Арбакайте. Почему? Ну, действительно, красивая, стильная. Хорошая фигура, стильно выглядит. Мэрлин Монро. Очень красивые кудряшки. Замечательное обаяние. Кудряшки. Всегда накрашена, всегда при параде. В форме всегда. В форме, да. Держит себя. Умеет держать себя. Наверное, Эдит Пьеха. Почему? Ну, нравится, вот, манера поведения, манера одежды, вот, одеваться, как, ну, вообще, ну, нравится женщина. Бритни Спирс, к примеру, возьмем. Джейн Фирлоп, все такие вот. А почему? Ну, потому что они, видно, что они стремятся, что они за собой ухаживают, постоянно, да, то есть всегда хорошо выглядят, да. Вот, то есть даже взять наших, вот, российских, да, все-таки все равно по ним не скажут, что они все-таки за собой следят. Американские, они все-таки больше, как бы, к этому расположены. Малу Пугачеву. А почему? Ну, мне нравится вообще ее, как она, ну, ее жизненный стиль. И я тоже. Живет, как хочет. Едите, Настя, сейчас пойду домой, как-то. Молодец. Наверное, Сафи Лорен. Почему? Ну, потому что в свои, так сказать, такие годы она выглядит вообще великолепно. Ну, и на протяжении всех лет она, по-моему, уже давно считается иконой стиля. Моя мама. Что ж, ну, у каждой девушки, ну, у каждого, наверное, и парня есть своя икона стиля. Кто это? Быть может, вы нам сейчас дозвонитесь и расскажете, чей образ вам нравится больше всего. 202-11-22. Телефон создан именно для того, чтобы вы стали участником эфира. Ну, и кроме того, конечно же, интересные вопросы для вас заготовили. Сегодня это будут фото-вопросы. Взяли мы такие фильмы, которые говорят нам о моде, о красоте, о стиле. Из какого фильма этот кадр? Давайте посмотрим. Сейчас он выйдет у вас на экранах. Собственно говоря, ответите верно. Вот такой вот у нас фильм. Ответите верно, получите сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Я думаю, что для любой девушки это будет прекрасный подарок. 202-11-22. Спешите быстрее забрать этот замечательный приз. Что ж, а давайте мы теперь с вами поговорим о стиле, какой стиле, какая форма одежды представлена именно у вас. Ну, по нашему платью, я понимаю, что можно найти и вечернее, да? Безусловно. Что-то еще? Какие-то летние, может, весь сейчас. Чем удивляли? Ну, конечно, у нас можно найти классику. Классика есть. Это повседневки, то есть модели. Для 1 сентября мы, естественно, также готовимся. Вечерние, коктейльные платья для какой-то вечеринки, ресторана, тусовки. Всегда приходите, и мы найдем самое лучшее платье для вас. Ну, модельный ряд, мне кажется, можно отследить как раз на фотографиях, которые есть у нас. Как-то вы можете прокомментировать. Потому что, да, здесь представлены, мы сейчас тоже еще покажем, дорогие телезрители, на нас вы можете видеть, что, какого формата платье присутствует. Но еще есть и фотографии, которые изображают модельный ряд магазина, да? Ну, модельный ряд у нас с 40 по 48. То есть встроенные девушки все-таки. Ну, у нас есть в планах, конечно, открыть сеть магазинов. Мы еще молоды, мы хотим открыть сети магазинов. Может быть, потом у нас будут чуть побольше размеров, размерный ряд. Может быть, по 54, по 68, ну мало ли, что в жизни бывает. Мы будем стремиться, мы пытаемся. Я думаю, что мы достигнем всего, на самом деле. Потому что главное – стремление. Остальное все будет. Да, платье у нас очень красивое. Слушайте, ну это действительно, сейчас уже есть такая тенденция, то, что, к примеру, даже свадьбы, уже свадебные платья как-то пытаются отодвинуть. Просто красивое, яркое платье, особенно летние, многие, мне кажется, могли бы заменить. Ну, сейчас многие, да, делают как бы роспись в красивом каком-то необычном платье, а потом уезжают отдыхать. Им это очень нравится. Вот Виктория как раз побывала у нас на свадьбе в таком шикарном платье бабочки. Вот, ну, большинство платьев, да, у нас берут на фотосессии, потому что никто не хочет одеть его однажды. Все-таки платья вот-вот тоже очень красивые, с огромным клейфом. Это шифон, ну, он очень приятен к телу, в носке. Вот это костюмчики у нас такие были. Ну, ко дню ВДВ было бы отлично. Слушайте, ну, мне кажется, не только. Скоро отмечаем день тельняшки, знаете ли вы это? Поэтому вот такой вот интересный... Вы не поверите, у нас очень много таких платьев, и мы очень любим полоски. Они как бы уже второй год туда существуют, но модели очень многогранные. Модели не повторяются, все время что-то новое, интересное. Вот, пару дней назад у нас даже мужчина приходил своей женщине, покупал платье, ну, чтобы подстать ему. День-то ВДВ пару дней назад был. Вот так вот, что ж, действительно, кто же к нам дозвонился, мужчина либо женщина, давайте сейчас и узнаем. Здравствуйте, как вас зовут, дорогой телезритель? Здравствуйте. Как зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Скажите, пожалуйста, ну, когда вы последний раз отправлялись в магазин на шоппинг? Знаете, я это делаю постоянно. Постоянно. Слушайте, ну это замечательно тогда. Молодец, что поддерживаете свой стиль, свой образ. Ну, я думаю, наверняка в вашем гардеробе интересные красивые наряды, которые тоже хочется как-то посмотреть. Давайте с вами отвечать на вопрос, из какого фильма этот кадр, который сейчас вы увидите на своих экранах? Ну, мне кажется, что это Габриэль и Шанель. А как называется фильм? Ну, по-моему, я не помню точно. По-моему, Шанель такая, нет, по-другому. Ну, не помню, но про нее точно. Про нее точно. Ну, ладно, хорошо, так и быть. Засчитываем вам. Коко-де-Шанель называется этот фильм. Действительно, про жизнь великого модельера, про ее историю. Очень интересный. Советуем всем, кто любит фильмы о моде, о красоте. Ну, кто еще не смотрел, посмотрите сегодня вечерком, почему бы и нет. Вас поздравляю. Сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой достается именно вам. Ну, и, конечно же, следите за эфиром, дорогие телезрители, кто не успел ответить на вопрос. Еще один вопрос для вас мы приготовили. Разыгрываем билеты в кино, поэтому тоже стоит побороться за этот приз. Что ж, девушки, как я уже и сказала, совсем скоро отмечаем день рождения тельняшки. И действительно, полоски, тельняшка, морская тематика, она очень в моде. Сохраняется уже не первый год тенденцией. Но это уже тренд. Это уже тренд, действительно. И, мне кажется, летний образ без тельняшки стильная женщина, стильная девушка себе представить не может. Где-то однозначно у кого-то топ, кофточка, маечка, она есть. Может быть, даже кто-то говорил, что, допустим, на 46-48 полоска не идет. Нет, это неправда. Полоска идет практически всем, но нужно ее как-то очень красиво подать чем-то. Ну, с изюмом, естественно. Все девушки самарские у нас с огромными изюмами, на самом деле, очень потенциальные. Они могут одеть каблучок с этой тельняшкой и будут восхитительно смотреться на той же самой набережной, в любых парках. Ну, и я считаю, что вы... у нас еще есть остались тельняшки, у нас остались платья. Приходите к нам обязательно. Мы вам покажем, оденем, дадим каблучки, и все, вы пройдете, все увидите. Ну, приходите к нам. Гагары на 60. Действительно, вы сказали, что этот атрибут одежды необходимо правильно подать. Вот такой эксперимент мы провели. Как же тельняшку можно включить в несколько своих образов? Давайте посмотрим. В наше время трудно представить летний гардероб без тельняшки. Особую любовь к ней питают парижанки. Дизайнер Татьяна Мастерова уверена, можно носить тельняшку хоть каждый день, при этом каждый раз выглядеть по-разному. И морской стиль можно использовать в разных образах, в разных стилях. Это может быть и классический стиль, и спортивный стиль, креативный стиль. Понятно, что тельняшку не оденешь на каждый день, но внести какую-то оригинальность, добавив яркие аксессуары к тельняшке, и можно сделать разные образы. Самыми распространенными сочетаниями является микс с джинсами, с однотонными синими шортами или красной юбкой. Мы же решились на эксперимент и постараемся создать более оригинальные образы. Итак, для первого образа мы выбрали более свободный стиль, стиль гранж, уличный, несколько небрежный. И к этому образу мы сейчас подберем аксессуары. Это могут быть вот такие вот перчатки с обрезанными пальчиками, будут очень оригинально смотреться. И как яркий акцент можно будет повязать на тельняшку яркий платок с кистями. Ну и в завершении образа, головной убор, мы можем взять вот такую вот кепку, в принципе, которые сейчас тоже актуальны и подойдут к нашему образу. Образ для смелых и тех, кто хочет удивить непривычным сочетанием вещей. Такой наряд идеально подойдет для прогулки по городу. Соботный крой выигрышно смотрится на хрупких девушках и лишь подчеркнет вашу утонченность. Второй образ будет у нас более женственный, с яркими акцентами. Мы добавим яркие желтые принты, яркие желтые аксессуары. Это будет у нас вот такое вот яркое желтое многослойное украшение. И добавим желтую юбку. Яркие акценты нам добавит более игривый образ, летний. И тем более, что желтый цвет сейчас очень актуален. И вы будете в моде, в тренде. Пока радует погода, не упустите возможность примерить на себе такой образ. Пляжная вечеринка, романтичная прогулка или торжество на природе. В любой из этих ситуациях этот яркий комплект будет актуален. Следующий образ у нас будет более оригинальный. И это будет эклектика, смешение стилей. Это будет и деловой стиль с оригинальными элементами. Для этого мы возьмем вот такой вот интересный фиджак классического кроя с лацканами. И украсим лацканы оригинальными брошками, хаотично приколотыми. И если мы хотим дополнить наш образ, то, в принципе, к этому образу можно добавить вот такую вот классическую шляпу. Джинсы и тельняшка. Самый распространенный, но самый модный вариант. Не бойтесь экспериментов. Наденьте черный классический пиджак и шляпу. Элегантно, игриво, но в то же время очень сдержанно. И последний образ у нас будет вечерний. То есть в этом образе вы можете выйти на вечеринку, на какое-то мероприятие. Несомненно, вы в нем будете в центре внимания. Что нам нужно добавить к нашей уже женственной, приталенной тельняшке? Это черная юбка, фатиновая, прозрачная. Также мы можем добавить яркие красные перчатки. Яркий красный аксессуар на шею, колье, расшитый крупными камнями. И расшитую вот такую вот красную сумочку. У нас будет три ярких акцента. В романтических образах тельняшка просто обязана присутствовать. Ярко-красные аксессуары дополнят такой ансамбль, делая его очень кокетливым и немного в ретро-стиле. Тельняшка вещь поистине универсальная. И жить в нашем гардеробе она может не только в летнее время. Экспериментируйте! Одежда для красоток – так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Если хотите присоединиться к нам, 202.1.22, вот вам путь, чтобы стать участником нашей передачи. Ну и, конечно, я думаю, пришло время задавать второй вопрос. Опять же, это фото-вопрос, билет в кино разыгрываем для двоих на любой сеанс, который вы пожелаете. Из какого фильма этот кадр? 202.1.22. Напоминаю, сегодня говорим так как о стиле, красоте, моде. Ну и, собственно говоря, фильм тоже о моде, о модном журнале. Вот так вот вам скажу. Подсказка от меня засчитана. Итак, ждем первого счастливчика. Кто первый дозвонится, кто правильно ответит на наш вопрос. 202.1.22. Ну а тем временем я напоминаю то, что у нас сидят две прелестные девушки, Виктория и София, которые решились, открыли свой магазин, Мисс Пафос сейчас называется, сейчас радует ваших клиенток и наших замечательных девушек города Самары. Виктория, ну изначально мы узнали, что был интернет-магазин. А как же интернет-магазин, да многие сейчас девушки пытаются открыть, но не каждый опять же из интернет-пространства переходит в реальную жизнь. Как вот расскажу сам за начало. Как все начиналось. Девушкам всегда нравится, когда находится рядом что-то прекрасное. А одетым во что-то прекрасное, значительно будет приятнее. Вот. В социальных сетях начала приобретать большую популярность интернет-мода. И, конечно же, я стала ее жертвой. Я также начала в интернет-магазинах пытаться заказывать себе одежду. А потом это были подруги. И я поняла, что вокруг много единомышленников. Угу. Да. Вот София как раз была одной из моих первых клиенток. Вот. На данный момент мы работаем уже вместе три года. Хороший тандем составляем. Давно забыли. Очень давно. Когда мы одевались в других магазинах. Мы очень любим свои платья. Угу. Хочется быть ярким. Почему нет? Но если вы любите свои платья, то действительно, наверное, вы с душой подбираете их. Не просто так, как будто барак, что-то заказываете. А понимаете, что будет интересно вашим клиентам. Как-то уже более-менее узнаете их вкус. Правильно? То есть не просто так. Клиенты уже у нас есть полюбившиеся. Постоянные. Постоянные, конечно. Наших модниц мы уже знаем в лицо, по имени, чем они занимаются и что делают. Вот. И, конечно, от их предпочтений тоже много зависит. Мы всегда у них узнаем, что бы они хотели видеть. Опять же таки, мы смотрим, какие тенденции сейчас есть. Вот этим летом очень много были яркие краски, опять же таки. Цветочки. Полоска тоже присутствовала. Горох, мне кажется, это никогда раньше не будет. Горох, это как бы наши мамы еще вспоминаются. Когда приходит девушка с мамой, она все время говорит, вот у меня было платье-цветочек. А у меня было платье в горох. Ой, ну все-таки мода цикличная, как ваше сундучки. Но мы все время что-то новое же вносим. Мы как раз принесли одно из платьев в горох. Я не знаю, будет ли видно. Да, давайте посмотрим, передаст ли всю красоту наша камера. Это очень красивое платье в пудровом цвете. Оно также в мелкий-мелкий горох. И очень прекрасно смотрится на любой девушке, подчеркивает все ее фигуры. Ткань очень красивая, она ложится по телу, не мнется. Я так понимаю, что здесь такая легкая длапировка, да? Здесь сборочка будет, то есть можно подчеркнуть талию. Можно подчеркнуть талию, действительно, очень интересно. София у нас также сегодня пришла в чудесном горохе. И это подходит практически каждой женщине. Кстати говоря, вычитала сегодня буквально, как вы сказали, до яркие краски. Стилисты и имиджмейкеры даже называют это леденцовые оттенки. Вот как леденцы. Действительно, такой желтый, такой розовый. Похоже на такие конфетные цвета. Хочется попробовать на вкус. Хочется попробовать. Он сочный, яркий и действительно радует глаз. Надеюсь, и нашего телезрителя, который сейчас к нам дозвонился. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Еще раз? Вас плохо не может... Настя. Настя, мы так понимаем. Ну, Анастасия, давайте рассказывайте, любите ли вы такие вот наряды, которые сегодня представлены у нас в студии. Длинные платья в пол. Как любая девушка. Как любая девушка. Давно ли покупали платье в пол? Давно. Давно. Немножечко плохо слышим. Прямой эфир, я думаю, каждый зритель поймет наши обстоятельства. Но платье в пол, я так поняла, что в прошлом году, да, было куплено? Пошли? Да. В прошлом году платье в пол куплено. В прошлом году лишь только было платье в пол куплено. Необходимо обновить, я считаю. Необходимо сходить. Обязательно. Обязательно. Ну, давайте, рассказывайте, из какого же фильма этот кадр, который сейчас увидите на своих экранах. Сентябрьский номер, да, действительно, про журнал «Вок». Сентябрьский номер 2007 года был самый-самый объемный, самый-самый толстый. И вот как раз о таком случае, что же было в этом номере, и создан фильм. Говорят, интересно. Честно говоря, не смотрела. Быть может, все-таки сегодня пересмотрю. Вас поздравляю. Билеты в кино на двоих достаются именно вам. Берите подружку, берите друга, маму, быть может, и отправляйтесь в кино на любой киносеанс. Ну и, конечно же, по магазинам срочно необходимо обновить. Тем более, скоро осень. А осенний гардероб – это вообще целая тематика, о которой мы тоже немножечко расскажем, да, потому что у нас представлены на нашем стенде, скажем так, какие-то интересные модели. А пока такой вопрос. Мода каких годов вам, собственно говоря, больше всего нравится? Современная, быть может, мода. Может, 90-е быть, может, это 40-е, приталенные. Вот так даже и не скажешь. Любите эксперименты? Наверное, современная мода, потому что она очень многогранна. Это действительно, наверное, так, потому что современно сегодня можно носить все, как раз что-то и из 90-х, что-то из 40-х, из 60-х. Согласитесь со мной? Ну вот я думаю, в 60-х и 90-х вот такого цвета платья бы себе не позволили. А сейчас это очень красиво и ярко. Сейчас также существуют тематические свадьбы, где уже гости невесты, то есть подружки, отходят от обычного классического стиля, то есть ближе к европейскому все стилю, в одном цвете. Бывает, что одного фасона, но каждое платье... Да-да-да, каждая яркая по-своему платье, да. Что ж, ну я предлагаю посмотреть сюжет о моде 90-х. Действительно, сейчас очень много тематических вечеринок, тематических каких-то вечеров проходят у нас в городе. И вот дискотека 90-х не исключение. Что же надеть? Смотрим. Вечеринка в стиле 90-х – отличный способ вернуться на 20 лет назад. Оливье, бутерброды, лимонад, игры в Денди, тетрис и, конечно же, с ног шибательный образ. Мода 90-х неповторима. Конечно, для того, чтобы выглядеть правдоподобнее на дискотеке, можете поискать по антресолям лосины и варенки, но не каждый может похвастаться такой роскошью. Поэтому для того, чтобы подготовить нашу героиню к вечеринке, мы отправились в магазин. А в помощники взяли стилиста и модельера Евгению Мансурову. Начнем с того, что мода 90-х – это определенная политическая атмосфера в стране, что появляются некоторые вене определенных субкультур, таких как рок, панк, и все это входит в общество. И люди начинают стремиться к тому, чтобы как-то свой образ разукрасить. Это яркие цвета, деним, это различные карманы накладные. Мне кажется, это будут какие-то яркие штаны, может быть, или, может быть, джинсы с той эпохи. Какая-нибудь всякая яркая футболка, какого-нибудь, не знаю, может быть, желтого или оранжевого цвета. Вот, может быть, волосы будут как-нибудь там в большой хвост. Это же было модно в тот период времени. Посмотрим. Ну что ж, задача ясна – сделать нашу героиню яркой и запоминающейся. В точности возобновлять образ той эпохи не будем, лишь внесем элементы моды 90-х. Тут висят вот кожаные юбки. Да, это было достаточно модно в те времена. Кожаная, короткая. Я думаю, она тебе подойдет. Мы можем сейчас подобрать какой-то верх к ней, да, там майку или блузку. На этой вешке мы можем увидеть такую вот блузку. Я думаю, что цвет вполне совпадает с тем, как должно быть. И можем попробовать сочетать ее с этой юбкой, как-то под заправку. Она не зеленая. Ну да, она не зеленая, но она будет достаточно ярким. Яркий образ делать или можно подобрать цвет. Женя, смотри, мы с тобой подобрали такой вот замечательный верх. К нам нужен какое-то к нему дополнение, да. То есть, допустим, вот такие брюки, да, какие-то яркие. Они имитируют леггинсы тех годов, да. Но, тем не менее, выглядят как брюки. Ну, я думаю, мы выбрали достаточно большое количество образов, которые тебе должны подойти. Ну, и теперь попробуем их примерить. Образ номер один. Яркая блузка, кожаная юбка и высокие сапоги. Сумка и косой пробор волос лишь дополнят образ. Конечно, такой наряд для смелых, но на дискотеке 90-х самое то. Образ второй. Брюки, имитирующие лосины, обязательно яркого цвета. Свитер с не спадающей с плеча, его можно специально подобрать на пару размеров больше. Сумку и ремень как дополнение к образу. Такой наряд и не только для вечеринки 90-х сойдет, но и в повседневной жизни пригодится. Образ третий. Финальный. Пожалуй, именно так выглядели самые модные девушки 90-х. Блестящее платье в пайетках идеально для танцев, а джинсовая рубашка или куртка были у каждого в гардеробе. Высокий хвост и начесанная челка – вот прическа того времени. Именно этот вариант Евгении пришелся по нравам. Именно в таком образе она будет блистать на вечеринке в стиле 90-х. Да, стиль 90-х давно позади и, наверное, хорошо, потому что такие образы можно использовать лишь на дискотеке, на какие-то вечеринки тематические. Сейчас современная мода диктует какие-то более лаконичные наряды, более сдержанные и поэтому, наверное, более красивые. Согласитесь со мной. Что ж, хочу задать вопрос. Знаю то, что вы не только девушки-бизнес-леди, но и мамы, правильно? Как вообще удается соединять столь нелегкое дело, как бизнес, как свой магазин одежды, ну и семью? Ну, для нас, в нашем случае, наверное, это достаточно легко, но бывает, конечно, мы хотели бы, мы попробовали отшивать в этом году свои модели под своим знаком, уже мисс Пафос, то есть мы отшили несколько костюмов, кофты с валанами. Ну, поняли чуть попозже, конечно, ни одного костюма не осталось, все у нас остались индивидуальные, все в кофтах валан ходят, в костюмах ходят, никаких у нас больше не осталось ничего под нашим лейблом, потому что девочки хотели быть еще индивидуальнее. Этот костюм был один, этот костюм был один, валаны были все разноцветные, сейчас было очень модно все это в валанах. Ну, мы единственное поняли, что немножко с детьми, дети у нас получаются ровесники, им по три годика, то есть, ну, не получилось, немножко мы не можем себе позволить отшивать постоянные модели нашего производства, и мы немножко приостановили такое производство, но, а все остальное, магазин, у нас не бывает такого, что семья это один наш магазин. Наши мужья нас очень сильно, ну, как бы, стремление нам дают к этому, они очень горды за нас, им очень приятно, когда мы с мужьями ходим в какие-то, ну, заведения, там, в кино сходить. С такими-то красотками, конечно, я представляю. Нам говорят, здравствуйте, привет, они так, мы со звездами практически, телевидение теперь. Теперь, ну, они нас поддерживают, и за это им огромное спасибо, на самом деле, наши дети, у меня дочка, у Виктории сын, они очень ходят, к нам в магазин, им нравятся, у нас большие куклы стоят, во всяких нарядах они все смотрят. Дочка мне всегда говорит о том, что мама, когда я буду здесь работать, поэтому у нас растет маленький, наши продавцы, консультанты уже. Слушайте, ну, это замечательно, когда вот так вот поддерживает семья, поддерживает близкие, наверное, это дорогого стоит и дает определенный стимул действовать дальше, развиваться в определенном, в профессиональном, да, плане. Я вас хочу только сказать, поздравляю, потому что найти таких мужей, привет им, которые поддерживают, которые не против, да, бизнес-жен, я думаю, они молодцы. Что ж, спасибо им большое. Так, ну, давайте теперь разбираться до конца, что же у нас еще представлено сегодня здесь, на вешалке, какие-то наряды. Совсем скоро уже лето мы помашем ему ручкой, август уже быстренько, мне кажется, прилетит, но все равно, так или иначе, дни-то у нас теплые, вечера холодные, что можете предложить, есть ли какие-нибудь, не знаю, может, пиджаки, кардиганы? Да, я покажу. Собственно говоря, да, и я так понимаю, что есть и платья, которые... Да, ну, начнем с верхней одежды, и по это, по осени и по, как бы, с такому уже холодному вечерам лета. Кардиганчик мы принесли, конечно, один, но у нас в магазине в разных цветах, немножко с моим платьем как раз сочетается, это синий цвет, он идет натуральной вязки, то есть никаких проблем с чесанием, колуни, там, руки уже не будет. Идет размер универсальный, то есть на 42-48, можно одеть какой-то поясочек, какую-то красивую брошку сделать, то есть заколоть это все дело, под любая маечка, любая водолазка под низ, вообще все, что угодно. И обязательно, конечно, в этом этот лет тренд-сезон тоже были джинсы, рваные джинсы, очень красиво будет смотреть с рваными джинсами, с какими-то лаконичными юбками прямыми. Приходите, цвета у нас обширные, белые, желтые, зеленые, красные, синие, все, что угодно. Притом, потому что такой цвет универсальный, действительно, под многие наряды подойдет, сверху можно просто быть в любом платье, взял с собой кардиганчик. У нас еще в прошлом году пошла мода на удлиненные пиджаки, тренчи, в этом году, конечно, кардиганы взяли свое, вязаные, все-таки приятно, тепло, уютно, ты можешь его одеть как какую-нибудь на природу, и также просто согреться вечером. Чем еще радовали своих клиентов, я понимаю, что тут это платье, можете как-то... Летом у нас очень популярны были цветы, да, конечно, сейчас уже у нас ближе к осени, и поэтому длинные платья также остаются актуальными. Немножко в более плотной ткани, вот, захватили мы одно с собой платье, поэтому давайте... Вот, платье также, все в цветах, очень красивые фактуры, вот, модель также не мнется, с очень пикантным вырезом. В таком платье вы будете на свадьбе или просто на каком-то вечере просто прекрасно. Да, и более плотная ткань хочу нашим телезрителям, потому что не передает камера, действительно, на осень, быть может, даже с какой-нибудь кожаной курткой, это будет очень интересно, очень гордо смотреться. Что ж, девушки, у нас буквально считанные секунды до конца эфира, вам спасибо, что порадовали своим присутствием, своими улыбками, потому что, действительно, с красивыми, позитивными людьми очень приятно поговорить, и вся эта энергетика обязательно передается нашим телезрителям. Вам, конечно, творческих успехов, ну и, дорогие друзья, дорогие девушки, будьте красивыми. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!